Так ли критично мелководье на Лене для снабжения региона? Практика показала не для всех. Новые логистические схемы Большой парк речного транспорта позволяет минимизировать издержки. Сегодня промышленные предприятия практически не отстают от плана, а участникам приходится сложнее. Продолжит Олеся Васёва. Грузные подразделения акционерной компании «Алроса» продолжают поступать благодаря новой логистической схеме, выработанной снабженцами. Товарно-материальные ценности с материка отправляют по железной дороге в Якутск, оттуда флотом в Ленск. На 80% завезены материалы, необходимые для подготовки к отопительному сезону. Обойти Уськут стороной не получается только участников. Те, кто везет груз для себя или просто добирается домой с купленным автомобилем, вынуждены стоять в огромной очереди в ожидании баржи. Сейчас из-за того, что уровень воды в Уськуте упал, во-первых, поднятие цен идет на квадратный метр. Перевоз автомобилей независимо, какой это легковой, либо это грузовой. Плюс условия перевоза очень-очень большая очередь, очень большое скопление автомобилей, как легковых, так и грузовых. Мелководье – это большие проблемы предпринимателям, доставляющим продовольствие. Продукты питания в начале навигации на все лето завести невозможно. У них есть срок годности. Поэтому вскоре можно ожидать, что полки магазинов наполовину опустеют. В первую очередь, как известно, у нас идут те груза, которые идут на большие проекты. Это на Чендинском месторождении. Очень большое количество флота задействовано именно под эту перевозку. Поэтому и возникает вопрос среди предпринимателей о том, что недостаточно тех продуктов, которые сейчас завозятся. В отдельных случаях в администрации района готовы решить вопрос отправки важного груза. В прошлом году такой опыт был. По договоренности его везли по технологической дороге компании «Транснефть». Но решать вопрос доставки грузов в регион нужно кардинально. Если Усть-Кут, где сегодня уровень воды позволяет перейти речку вброд, останется главным перевалочным центром, то дополнительных затрат никому не избежать. Это обязательно должно учитываться при составлении плана стратегии развития республики до 2030 года. Олеся Васёва, Руслан Кириллов, Сергей Часный, телеканал «Алмазный край».